Первые сообщения о пострадавших появились в минувшее воскресенье. Несколько жителей Димитровграда были доставлены в больницу с сильнейшим отравлением неизвестным веществом, а позже скончались. Все они накануне пили алкосодержащий сидр. Следственными органами по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. С тех пор сообщения о новых жертвах только увеличились. Приобрела в количестве полутора литра, выпила максимум 0,5. Почувствовала себя плохо буквально через пару часов и остальное количество не набила. Пострадавшие от суррогата есть в Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской областях, а также в республиках Удмуртия и Чувашия. Сразу после происшествия продукцию мистер Сидр начали изымать из магазинов. Было проверено 444 торговых точки, реализующих алкоголь. Из 34 магазинов было изъято 216 кек объемом 30 литров каждая. Всего в Поволжье пострадали более 90 человек. 30 с летальным исходом. В Ульяновской области по оперативным данным скончались более 20 человек. Всего в июле на 62 случая отравления. Пострадавшие находятся на лечении. За их жизнью борются врачи. Сейчас две женщины находятся в реанимации. Одна тяжелая, вторая девочка 16 лет в реанимации, она стабилизировалась. Ближе к средней степени тяжести под наблюдением сейчас. И остальные находятся в палате на долечивании с положительной динамикой. Восстановилось зрение. То есть по ним рисков нету, да? По ним рисков сейчас уже нет. Ульяновские врачи постоянно на связи с федеральными коллегами из ведущих медицинских центров. Лечение для пострадавших продлится в среднем около недели, в зависимости от тяжести и дозы выпитого яда. Как оказалось в ходе физико-химической экспертизы, в Сидре были найдены следы метанола и этилбутирата, в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Как яд попал в алкоголь, разбираются следственные органы. Следователями Следственного комитета задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области. По версии следствия, он осуществлял производство алкогольной продукции, пивного напитка «Сидр» в поселке Вентай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговой точке в Самарскую и Ульяновскую области. Задержанным оказался Анар Гусейнов, который уже попадался в поле зрения правоохранителей. Год назад Гусейнова уже судили за продажу спиртного без документов, подтверждающих его легальность. Тогда он отделался штрафом. В этот раз дело возбуждено по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, а медики продолжают бороться за жизни пострадавших.